Жители Калиновки и окрестных сёл могут возвращаться домой. Сапёры завершили зачистку территории, с которой эвакуировали людей. Напомню, вчера из зоны бедствия эвакуировали около 30 тысяч человек. Несмотря на все усилия, пожар на военных складах всё ещё не потушен. В Винницкой области находится мой коллега Станислав Кухарчук. Он с нами на прямой связи. Стас, добрый вечер. Как продвигается расследование? Уже есть какие-то версии относительно виновных в этой трагедии? Да, добрый вечер, Наташа. Я полагаю, что следует начать с заявления президента Украины о том, что наши военные должны научиться защищать от диверсионных групп военные объекты, а тем более уж арсеналы с боеприпасами. Об этом Пётр Порошенко заявил вчера поздно вечером на заседании военного кабинета Совбеза. Далее прошу, прямая речь. Я ведь дал наказ, чтобы додатково до подразделей ВОХРа по заведомственной охороне, мы посилили оборону стратегических объектов и охорону, и оборону силами Збройных сил. И если для этого будет потребно певное финансирование, додатковое все, мы дальше бороться с этими потерьми не можем. Ну вот и под предварительным данным ущерб государства в результате пожара на складе в Калиновке оценивают 800 миллионов долларов. Такое заявление, такую сумму вчера обнародовали на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. А вот сегодня уже сам секретарь СНБО выступил с весьма неоднозначным заявлением. Мы продемонстрировали, что они способны защитить наши стратегические арсеналы. И поэтому постаёт вопрос о качестве защиты нашей страны. И пока у нас не будут ответить наивысшие посадовцы, которые не выполняют качество на своей функции, мы будем постоянно рассчитывать наши втраты и наши взбитки. Стоит напомнить, что пожар в Калиновке стал уже четвёртым за последние два года подобным пожаром на артиллерийских складах. И до сих пор ни обстоятельства, ни причины этих пожаров до конца не расследованы. В то же время глава Генштаба Виктор Муженков халатность своих подчинённых не верит. Об этом он написал на своей страничке в Фейсбук. И далее прошу его цитата. Для тех, кто ещё не понял, обвинить меня, моих подчинённых, в бездеятельности не удастся. Назначить крайних не получится. Тем временем вооружённые силы Украины с каждым днём закаляются и становятся всё мощнее. Только единство и стабильность в государстве приведёт к победе над врагом. Военные настаивают, что это хорошо спланированная диверсия. По их мнению, на артсклад в Калиновке была осуществлена атака боевого беспилотника. Вот что и привело к масштабному пожару. Но, похоже, борьба с огнём в Калиновке плавно перерастает в войну в ведомств. По крайней мере, сегодняшнее заявление главного военного прокурора Анатолия Матиаса больше походит на контратаку. Анатолий Матиаса, директор Анатолий Матиаса, директор Анатолий Матиаса, В 1987 году выпуска. Это неналежное выполнение обоисковой охраны? Или это, фактически, диверсия, которая была сделана сторонними або особами, которые были доступны к территории складывания? Вот пока же главы ведомства увлечены словесными баталиями, нам всё же удалось отыскать очевидцев этой катастрофы. Это было не так уж и сложно. Большинство жителей Павловки за несколько минут до пожара отчётливо слышали в небе гул летательного аппарата, а многие уверяют, что даже видели, как всё происходило. Анатолий Матиаса, директор Анатолий Матиаса, и уже после этого грибали начали лететь сюда. Ферверк, как ферверк снаряды. Вот по информации военных, снаряды на складах будут взрываться ещё дня 3-4, но опасности для мирных жителей они уже не представляют. А то, что база якобы была перегружена, неправда. Так считает начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов. Он также рассказал, что огонь уничтожил снаряды, которые находились на открытых площадках, а те, что сохранялись под землёй и под навесами, они не пострадали и в полном порядке. Пока это вся информация на эту минуту. Спасибо тебе, Стас. Станислав Кухарчук отслеживает ситуацию в Калиновке, в Винницкой области.